Гель-мист для кожи лица. Это потрясающий продукт, некая такая вуаль, увлажняющая дымка для кожи лица, которая содержит целых 8 разновидностей гиалуроновой кислоты с разным молекулярным весом. В состав этого микса коктейля гиалуроновой кислоты входит также кроссполимер гиалуроновой кислоты, который очень-очень глубоко увлажняет кожу и создает очень длительный влагоудерживающий эффект. В состав гель-миста будет входить еще и алантаин, который дополнительно придаст коже еще потенциал влаги, он будет легко кожу напитывать, снимать покраснение, раздражение и создавать абсолютный комфорт. Экстракт комбуччи – это комбинация чайного гриба и черного чая. Мощный антиоксидант, который будет бороться со свободными радикалами – кислородными, углеродными и азотными, великолепно заживлять кожу. Он является прекрасной базой для пробиотиков и способствует синтезу коллагена и эластина. Экстракт тимьяна является антиоксидантом, лаваноидом, он также легкий антисептик, который будет способствовать также регенерации кожи. Экстракт лимонграсса будет снимать покраснение, восстанавливать кожу. Экстракт розмарина является также мощным антиоксидантом, природным антисептиком и будет бороться с размножением патогенной флоры на коже. Также в состав миста входят мелиса, мята, лаванда, жасмин, гибискус, а также антиоксиданты и компоненты, которые будут бороться с воспалениями и несовершенствованием кожи. Данный препарат является супер-универсальным, я считаю, что он подходит для всех типов кожи, также для чувствительной кожи. Для кожи, испытывающей различные агрессивные факторы окружающей среды, это кожа, находящаяся на солнце, кожа, испытывающая повреждения морозом, ветром. Поэтому данный мист может быть абсолютно универсальным средством для кожи, которая находится в любых стрессовых ситуациях. Применяемое это средство 1-2 раза в день или по необходимости можно наносить его в течение дня неоднократно на чистую кожу, также на кожу с макияжем и не дотрагиваться руками до лица. То есть мы будем распылять это средство при помощи данного бромизатора. Продолжение следует...